Добрый день всем зрителям Живого ТВ и всем нашим будущим зрителям и читателям мира фантастики. Сегодня, как обычно, по воскресеньям в 17.00 ваша любимая передача «Точка отчета». С вами снова я, Сергей Чекмаев, после небольших каникул. И сегодня в эфире нашей передачи в гостях снова всплывает тема фантастической мультипликации. В студии режиссер-мультипликатор, аниматор. Я, правда, не знаю, в чем разница, но, видимо, нам сейчас расскажут. И один из создателей, скажем так, нашумевшего уже мультфильма, хотя он еще пока не вышел, мультфильма «День рождения Алисы» по одноименной книжке Кира Балучева, режиссер Сергей Серегин. Добрый день, Сергей. Здравствуйте. Ну, давайте начнем со стандартного вопроса, который, в общем, принято, правда, задавать книжным авторам. Ну, в общем, я думаю, что художник-аниматор не слишком отличается, тоже человек творческий. С чего, собственно, началось? Почему вдруг Сергей Серегин решил рисовать вот этих вот движущихся мультяшек? И что его к этому сподвигло? Изначально я должен вам сразу сказать, что я не художник, я сам ничего не рисую. Ага. Да, то есть это... Тогда объясните нам, пожалуйста, разницу между мультипликатором и аниматором. Ну, разница, на самом деле, не очень большая, если смотреть с позиции зрителей. А если смотреть с позиции профессиональной тусовки, у вопроса есть даже целая история. То есть в свое время, в советские времена, все были мультипликаторами. Такого понятия, как анимация, оно, собственно, не существовало. И понятие анимации очень трепетно и усердно вводил, в том числе и в профессиональное общение, и в общение такое со зрителями, Федор Савельевич Хитрук, автор наших самых знаменитых, там, Винни-Пухов, «Каникулы Бонифация», «История одного преступления». Но, насколько я помню, советские мультфильмы в титрах писали художники-мультипликаторы, и перечислялись там целая куча фамилий. Да, да, да. И вот Федор Савельевич Хитрук, он действительно отец практически всей советской анимации. То есть нет ни одного, наверное, режиссера или аниматора, который таким или иным образом как-то не учился бы у него. И он в своё время очень активно вводил вот этот термин «анимация», потому что мультипликация – это в переводе с латыни, там, грубо говоря, получается, это умножение. То есть там технологии заложены, что мы взяли одну картинку, потом нарисовали ещё одну такую же картинку, ещё одну такую же. Да, и получилось движение. Да, то есть много картинок, получилось движение. А Федор Савельевич, он всегда пропагандировал и пропагандирует до сих пор то, что анимация – это прежде всего одушевление. Анимация, анима – это душа. И аниматор, когда работает с персонажем, он не просто умножает кучу картинок и соединяет их в одно движение, а он играет как актёр, и он старается в это неодушевлённый вложить душ. То есть получается такая интересная история, что мультипликатор – это просто художник, ремесленник, а аниматор – это такой творец, который вкладывает душу в свои создания. Ну, практически так. Сейчас можно всё это, если уж говорить о терминах, можно разделить, сказать, что мультипликация – это то, что взял человек, пошевелил, поставил камеру, взял какой-нибудь предметик, пошевелил его, получилось движение, такое техническое мультипликация, скажем. А если это всё-таки художественная мультипликация, если там какая-то идёт история, идут, играют персонажи, то это, наверное, всё-таки анимация. Ну, по большому счёту, конечно, никакой разницы нет. Нет, ну почему? Вы достаточно серьёзно разницу обрисовали. Ну, хорошо. Если вы не занимаетесь такими сложными словами, если вы сами не рисуете, да, чем же всё-таки вы занимаетесь? То есть я режиссёр, и на этом проекте, на предыдущем я режиссёр. Но если возвращаться к вашему вопросу, почему вдруг возникла именно Алиса, именно фантастика, или… Нет, тут вопрос, почему вдруг вы вообще решили этим заниматься? Пока вы для наших зрителей новый гость, да, и расскажите всё-таки о себе, с чего всё это пошло. Тогда это вообще можно сказать, что всё это достаточно произошло, с одной стороны, случайно, с другой стороны, целенаправленно, такое-то соединение. Потому что я не заканчивал ни в ГИКа, ни высших курсов, я заканчивал журфак МГУ, телевизионное отделение, и какое-то время трудился в качестве телевизионного журналиста, но при этом всё равно было, когда всегда было стремление заниматься кино, тогда ещё мечталось об игровом кино, но так судьба сложилась, что я стал делать документальный фильм, в том числе про мультипликаторов, ещё у меня была дипломная работа на красной журфаке, это режиссёре Михаилу Тихановскому, очень известном в своё время человеке, который делал такую классическую совершенно анимацию, «Каштанка», если помните, «Дикие лебеди», фильмы, которые практически были игровыми фильмами, просто перерисованные на плёнку, они так и делались, кстати. И вот столкнулся с этим миром, с миром мультипликаторов, познакомился с людьми, которые в этой профессии… Тут-то вас и захлестнуло. Да, и я вдруг понял, что это настолько интересное и настолько тут огромные возможности для какой-то реализации и в более ёмком жанре. Для анимации 10 минут – это практически полный метр для кино. Очень всё должно быть ёмко и образно, и так, что буквально с одного-двух каких-то планов ты уже можешь зрителю дать настроение, дать понятие, в чём кино идёт. Ну, я представляю, обычное кино, съёмка камерой на протяжении минуты – это, в общем-то, минута времени, а нарисовать минуту мультипликации – это работа на сутки, а то и больше. Ну, намного больше, и, в принципе, держать, скажем, в кадре, в мультипликации какую-нибудь минутную панораму, что запросто можно делать кино, и даже и длиннее можно сделать, и церковь будет сидеть. Пониматься это невозможно, потому что время очень сильно сжато, и всё намного быстрее. Ну, и само отношение, так скажем, людей друг к другу мне очень понравилось. в этом мире анимационном, потому что вот я там студентом, дипломник, в общем-то, никому по большому счёту ненужный, делая кино об этом Сахановском, мне надо было взять интервью у тогда уже метров, на которых там все молились, там Хитрук, Норштейн, то есть люди в профессиональном мире, там на высочавшем уровне находящиеся, я им, студент, звоню, мне надо так и так, да, пожалуйста. Вот мы с Норштейном очень долго организовали эту съёмку, это интервью, потому что то у нас там журфаковская камера поломалась, то машина не доехала, то что-то ещё не случилось. Где-то встретились с четвёртого раза, там, благодаря Новому Клейману, это музей кино небезызвестный, он предоставил ему какое-то помещение, мы там записали Юрия Борисовича, и он говорит, слушайте, а у вас ещё кто будет? Я говорю, ну вот мне там ещё должен быть Хитрук, Назаров, ой, как, вот будь, так же мучиться, давай сейчас позвоним, они сейчас сюда приедут. Я говорю, как, я студент, как, вот сейчас позвоните Хитруку, а он же к телефону идёт, и он приедет для того, чтобы кому, сделать, дать какое-то интервью студенту, который вообще никуда даже не пойдёт. Я знаю, что, я остановил Юрия Борисовича, я знаю, что если бы он позвонил, то Фёдор Алексеевич приехал бы, потому что там таких амбиций нет. И этот мир вас захватил, и вы начали что-то снимать. Да, да, да. Нет, я сначала именно занимался документальным кино вокруг анимации, то есть делал фильм о Тацхановском, о Хитруке был фильм, ну и постепенно как-то почувствовал, что, наверное, можно и попробовать самому что-то сделать. То есть вашим первым анимационным, будем говорить так, фильмом стало вот то, что я прочитал на сайте компании, это фантазия на тему Пушкина. Да, да, Лукоморье няня он назывался, это как раз был юбилей Пушкина, и вот такой проект сделали, он не по какому произведению Пушкина, он действительно скорее фантазия о том, как Пушкин с своей няней жили в деревне, как она ему рассказывала сказки, как он вдруг попадал в эти сказки, как она ему помогала выбраться из каких-то своих таких перипетий, приключений. Ну, такая очень была трогательная история. И это была та первая работа анимационная. Но, опять же, поскольку я сам не рисую, мне всегда приходится очень плотно работать с художником, постановщиком. Для меня это всегда очень важная фигура в группе, первая фигура практически. То есть человек, который бы мог изобразить на бумаге то, что я даже не всегда понимаю себя в голове. Ну, как обычно бывает у заказчика, сделайте нам красиво, да? Ну, тут должны быть более тонкие какие-то отношения и более практически семейные отношения. То есть человек должен понимать тебя даже не с полуслова. Вот вы сидите вместе рисуете, вот ты увидел какой-то урочек, о, я могу вам показать, скажем, каким образом я ему объясняю. То есть своими каракулями я что-нибудь тут нарисую, какую-нибудь фигню, говорю, вот это, вот это, вот это. А? Ну, я представляю, да. У нас очень много в литературных средиях ходит легенд о том, как режиссер объясняет сценаристу, что он должен увидеть. Это мы уже проходили, да? А следующей вашей работой тоже был мультфильм сказочный, да? Да, это была сказка, это была экранизация такой сказки «Пчелка» Анатолия Франца. Литературная основа была очень интересная и мощная у этого фильма. И там эта сказка меня, прежде всего, привлекла какой-то своей такой трогательностью персонажа. Там история гнома, который похитил девушку, в которую он влюбился, и потом он понимает, что не может ей дать, а он король гномов, у него подземное царство, он не может ей дать любви, потому что она любит другого. Он отпускает ее, устраивает их встречу, жертвует своей любовью ради любви любимого существа, любимой девушки. Вот это была очень трогательная такая история, которую мы тоже как-то по-своему перерассказали. Ну и, наверное, это все-таки была уже и репетиция перед таким большим проектом, каким вот стала Алиса. Ну вот получается, да, что у вас такая немножко сказочная линия, да? То есть вы начинали с фантазии на тему Пушкина сказочной, сказка вот чистая с этой пчелкой, и вдруг фантастический мультфильм, причем детская фантастика, причем действительно полный метр, то есть мультфильм сколько там, минут 26, да, если мне память не изменяет. То есть в любом случае это практически полный метр. С чего вдруг такая смена получилась? Ну это не смена, это действительно было какое-то, мне кажется, все-таки последовательное развитие, потому что, что касается формата большого, я как-то, я всегда тяготел к такому продолжительному рассказу, так скажем. То есть у меня и «Лукоморье» был фильм «18 минут для анимации» достаточно большой формат, и «Ключи от времени» он тоже, там, почти 26 минут. Тема фантастики, она тоже не случайно возникла, потому что, естественно, все мы в детстве там зачитывались этими книгами, как-то друг у друга доставали. Тогда нельзя было просто там пойти в магазин и купить любого фантаста, ну, в принципе, такого не было. Я помню, мы меняли у одного нашего во дворе продвинутого, так скажем, книжного человека, у которого можно было достать какие-то интересные книги, можно было это обменять на какие-то увеличительные стекла, линзы, где-то это все доставалось, это менялось, там, читалось, потом менялось еще на что-то. И вот как бы фантастика вот таким образом проходила через наши люди. Ну, государство вообще предлагало менять книги на несколько, там, если мне память не изменяет, 20 или 30 килограмм амкулатора. Это было уже позже, когда вдруг стали издавать книги, можно было действительно за амкулатуру что-то получить. У меня до сих пор в библиотеке там Томик Булгаков, который там за 25 килограмм амкулатуры получил. Вот, с фантастикой была вот такая история, действительно, достать у друзей или там как-то у кого-то что-то выменить. Таким образом и Кир Балычев еще в то время попал в руки. Как раз тут было то издание, наверное, знаменитое издание, где было путешествие Алисы и день рождения Алисы в качестве такого бонуса приложения, книжка. И тогда же она была прочитана и как-то, видимо, отложилась на какое-то время, потому что когда мы думали о том, что нужно делать полный метр, а это была, опять же, целенаправленная идея, в том числе и студия, что сделать полнометражный фильм, поскольку дойти до зрителя сейчас другим способом невозможно. Ну, в общем, да, сейчас прокат маленький, метр, никто не хочет. Ничего не идет, у нас 10 лет существует студия, огромное количество фильмов, ну, на 9 что-то вышло, но так до зрителя не доходит, только вот на фестивалях. Поэтому это была целенаправленная задача найти материал для полнометражного анимационного фильма. Вот тут вспомнилась история Алисы. Эта книжка мне показалась, вот именно повесть, день рождения Алисы, интересно в кинографическом плане, там что очень здорово построен сюжет, именно такой нелинейный сюжет, то есть там есть развитие во времени, там надо успеть в определенное место, к определенному времени, преодолев какое-то количество предприятий. Как сейчас принято выражаться в киношных рецензиях, там есть экшн. Экшн, да, там есть, это там было. Кроме того, то, что Алиса уже был такой раскрученный бренд, и вот, с одной стороны, это для нас всегда было помощью, не надо было объяснять, что вот мы делаем фильм про такую-то, такую-то девочку, алиса с Лизойом все сразу же. Но это и вызов, с другой стороны. С другой стороны, это всегда, это и большая проблема, потому что у любого человека, который там смотрел или фильмы, сделанные до нас, или читал книжку, Алиса своя. Естественно, вас будет по умолчанию сравнивать с «Тайной третьей планеты». Это уже началось сразу, практически там с первых картинок, которые мы каким-то образом опубликовали. Это все будет, и мы, в общем-то, готовы к этому. Хотя такой существовал постоянно и в группе, и у продюсеров. Такие переживания, что сравнение будет не в нашу пользу. То есть мы должны сделать настолько убедительным это кино, чтобы зритель принял и нашу Алису тоже. Мы специально не стали делать Алису похожую на «Тайну третьей планеты», или не стали срисовывать ее с Наташей Гусевой, потому что у нас свой художник, у нее свое видение мира. И копировать чужие картинки, это было тоже неким принципиальным ходом сразу изначально. О визуальной части давайте мы немножко попозже поговорим. Сначала все-таки начнем со стоков этого мультфильма. Насколько я знаю, вообще сценарий Алисы в данном контексте, сценарий мультфильма «День рождения Алисы» — это большой квест такой многоплановый. То есть тем занимались очень много людей, и там поучаствовали известные фантастические авторы, Андрей Саламатов, например. Давайте немножко изложим эти приключения, как все это доходило от сценарного стола до студии. Во-первых, изначально студия и продюсер Александр Герасимов и моя цель была сделать сценарий к моменту запуска фильма настолько хорошо прописанным, чтобы не было во время производства каких-то переделок, что очень часто бывает на наших многих полноэтажных анимационных проектах. Поэтому мы очень серьезно к этому отнеслись. У нас была задача перед драматургом. Изначально драматургом был Андрей Житков. Это сценарист, он занимается игровым кино, много сериалов. Он делал для кино, для большого, так скажем. А для анимации это у него был первый опыт. Была задача перед ним поставлена сделать этот сценарий. Мы разминали всевозможные приключения. Если мы сейчас посмотрим первый вариант сценария Алисы и то, что получилось, будут два совершенно разных произведения. Это был такой многоуровневый квест. Мы пригласили очень опытного редактора на этот этап. С нами была Людмила Голубкина. Она в свое время была директором высших режиссерских курсов и один из таких опытных редакторов, который на Мосфиме отработал всю жизнь. В игровом кино опять же. Этот этап через нее проходил. Мы собирались, обсуждали, что понятно, что непонятно. Было около 10 вариантов такого сценария. Потом, когда вдруг мы поняли, что, наверное, уже крутимся вокруг одного и того же, понадобились свежие мозги. Мы позвонили Андрею Саламатову, с которым студия уже познакомилась на каких-то наших других проектах. Он включился, помог какие-то вещи вывести на какой-то совершенно другой уровень. И, в конце концов, сценарий к моменту запуска в производстве действительно стал таким, каким он будет на экране. Если сейчас что-то меняются, какие-то реплики, небольшие диалоги, что-то сокращается, чтобы он был более динамичным. Мы эту задачу выполнили. Мы подготовили в течение полутора лет сценарий в таком виде, в котором он должен быть. Если вы серьезно подошли в дело, полтора года только один сценарий, это уже о многом говорит. Насколько я знаю, в работе над визуальным рядом и, собственно, с какими-то сценарными мелочами, принимали участие посетители портала Милофон.ру, самого известного портала, посвященного Алисе и Балычеву. Там, собственно, было что-то конструктивное? Или вы просто использовали как некий тестовый комьюнити, на котором опробовали свои первые шаги? Идея вообще изначально была такая, чтобы просто вести дневник фильма, и чтобы до самого последнего момента, до выхода, какая-то в интернете шла обсуждение этого материала. Почему многие игровые компании так сейчас делают? Ну, вот у нас это не получилось, к сожалению, потому что тут, видимо, нужно было специально... Именно этой области очень много внимания уделять, а процесс производства он не позволяет. То есть надо было держать отдельного человека, который этим бы занимался. Ну, при всем притом Милофон.ру, да, мы также позвонили, предложили какое-то сотрудничество, ребята очень заинтересовались и опубликовали наши... Тогда еще даже это были не кадры из фильма, а даже это были... Это совершенно рабочие эскизы были. Арты? Да, это был поиск стиля, поиск какого-то дизайна. Я боюсь, что вас разгромили. Нас разгромили по полной программе, причем так, что достаточно иногда грубо... Я все читал, честно говорю, я все прочитал, художник не читал практически ничего, потому что он сразу сказал, что он человек впечатлительный, если он увидит что-нибудь плохое, он упадет в депрессию, впадет и больше ничего не нарисует. Поэтому он так спрашивал, ну как там? Я ему говорю, ну да, есть такие-то замечания. А я все это внимательно читал, и, честно говоря, какие-то вещи можно было соглашаться, нет. Но какие-то вещи я даже отвечал пару раз своими размышлениями. А какие-то вещи мы приняли как такую конструктивную критику, и это, в конце концов, отразилось на облике персонажей. То есть многочисленные поклонники Алисы, можно сказать, что все-таки повлияли на вашу работу. Повлияли, да, потому что мы все-таки сначала достаточно свободно отнеслись к Балучевским текстам, и там профессор Р. у нас был не такой, и нам объяснили, любители Балучева, что вот есть четкое описание профессора Р. Это персонаж не второстепенный, он появляется ни в одной книжке. Поэтому уж у него должно быть так, вот так и вот так. Какие-то вещи мы переработали, приняли, я считаю, что это пошло на пользу. Тут надо между строк пояснить для наших зрителей Живого ТВ и для наших читателей из мира фантастики, кто вдруг случайно не читал Балучева, что профессор Р это одноглазый котенок, причем бесхвостый. И действительно он настолько четко описан в книжках Балучева, что делать из него двуглазого щенка, я боюсь, был бы преступления. Ну вот, да-да-да. То есть мы такого рода критику мы, конечно, учли. А что касается, были пожелания поменять художника, и вообще, что он рисовать не имеет, ему надо руки из другого места достать. Эти, конечно, вещи мы просто игнорировали, потому что художник... Да-да-да, я представляю. Нет, художник у нас... Я считаю, что это действительно один из сейчас очень-очень талантливых и замечательных художников, который приходит в анимацию. У него это первая работа как полнометражное кино, вообще как постановщик в анимации. Это выпускник ГИКа, ученик Сергея Алимова, очень известное имя в книжной графике и в анимации. Это человек, который в свое время с тем же Хитрукомном рисовал Бонифация, например, того же. И были у него замечательные иллюстрации по Гоголю. Ну вот, собственно, мы подошли к визуальному ряду. Давайте конкретно его препарируем. Я думаю, что мы постараемся на сайте Живого ТВ выложить... Вот у нас тут на столе лежат диски с анимационным фильмом о фильме, как рисовалась Алиса. Здесь, естественно, есть примеры графики. Я думаю, что мы попробуем выложить на сайт Живого ТВ. Ну а наши читатели журнала Мира Фантастики, конечно, смогут это посмотреть на диске. Поэтому вы сможете оценить графику, сможете свои суждения высказать. Я немножко со своей стороны, то есть со своей колокольни скажу. Действительно, мне лично графика показалась относительно устаревшей. То есть это такой вот советский стиль. Но учитывая, что мультфильм как раз возвращает нас в эти ностальгические времена, когда творил Булычев, когда Алиса воспринималась, в общем, нормальным продолжением наших сегодняшних дней, пусть и с тех, так сказать, идеалистических позиций, наверное, такая именно графика и должна быть. Насколько я понимаю, это такая была централизованная позиция студии. То есть вы специально выбрали такой стиль. Я вот когда писал отзыв первый о мультфильме, я сказал, что это ни разу не князь Владимир и ни разу не девочки в коротких юбочках на огромных человекоподобных роботах защищает Японию. То есть у нас сейчас как бы два стиля анимации, да? А это вот какой-то такой совершенно свой и другой. Вот откуда это все взялось? В чем была цель? Ну, да, это была целенаправленная, опять же, задача не делать, как делает диснеевская студия, например. То есть ни коим образом не копировать тот стиль, что пытались делать многие те анимационные проекты, которые были у нас. Вот, это было для нас принципиально, потому что все равно лучше, чем мы аниму не сделаем, там индустрия, которая на это работает. А у нас немножко другая школа, изначально другая школа. Сама анимация изначально ориентирована немножко в другую сторону. Потому что американская анимация, когда она начиналась, у них была уже большая достаточно культура комиксов, которых никогда не было в России. И американская анимация, там еще в те 20-е годы, она была ориентирована сразу на комикс, на карикатуру. В России анимация все-таки шла, и туда приходили люди работать, это из книжной графики. Совершенно детской книжной графики, в которой там тот же Цехановский работал, там Лебедев работал. Совершенно другая картинка и другое отношение. В первую очередь и цветовая гамма совершенно разная. Да, да, да. И изначально, опять же, если там было все ориентировано на карикатуру, на комикс, у нас всегда это было ориентировано на сказку и на какую-то такую историю нашу, такую трогательную. И поэтому все это развитие, оно так и шло. И мы больше все-таки ориентировались тоже на книжную графику, на школу того же «Союза мультфильма», насколько это возможно. Мы не хотели делать из этого карикатуру. Классическими иллюстрациями к Балычеву считаются картинки художника Мигунова. В принципе, прослеживается некая связь с вашим мультфильмом. Даже, в общем, некоторые персонажи похожи. В первую очередь, естественно, поклонники Алисы и те, которые воспитаны на Тайне Третьей планете, будут вас шпынять непохожестью образов Громозеки, который, в общем, настолько уже привычен по Тайне Третьей планете, что не совсем, может быть, узнаваем в вашем мультфильме. Вы специально пытались сделать героев чуть другими? Да, потому что можно было бы, конечно, просто взять тех персонажей и сделать с ними мультфильм. Мы, естественно, заключили договор с авторами тех персонажей, с Наташей Орловой, с которой мы очень-то дружим, и она видела наши все картинки и достаточно нормально к нам относится. Но это, опять же, была задача другой художник, другое время, и мы все-таки решили делать своих персонажей. Алиса, да, чуть более современная получилась. Громозеку мы несколько упростили, конечно, потому что все-таки для аниматора сделать персонаж, у которого там будет восемь рук, сложнее, чем четыре. А у нас в фильме он достаточно большое количество времени проводит на экране, в отличие от Тайны Третьей планеты, где он в два раза появляется всего. Поэтому мы слегка его упростили, но это была просто технологическая задача, потому что у нас кино все-таки ручное. У нас все от начала до конца практически полностью нарисовано руками художников. И если это был бы короткий фильм, то да, можно было бы там и десять рук нарисовать или там сколько угодно. Здесь пришлось попроще пойти. Ну и опять же, все равно поиски персонажей, они продолжались очень долго. И не только благодаря, скажем, посетителям сайта Милафон.ру какие-то изменения происходили, в том числе и благодаря Кире Алексеевне, вдове Булачева, произошли некоторые изменения в облике Алисы. Потому что изначально у нас Алису нарисовали, уже даже начали делать мультипликаты, даже его начали уже раскрашивать, и уже были готовые куски, но она там была кореглазая. Кира Алексеевна, когда посмотрела, сказала, что, ребята, что хотите, делайте, громозик, как угодно перерисовывайте, но Алиса изначально всегда должна быть со светлыми глазами. Вот так. Ну мы пошли на то, чтобы мы перекрасили эту значительную часть фильма, и я считаю, что Алиса стала лучше. То есть поменялся только цвет глаз. Ну вот смотришь на ее крупный план, и все по-другому заиграло. Благодаря Кире Алексеевне и ее такому настойчивому требованию. С визуальным рядом мы более-менее определились. Давайте теперь поговорим об аудионаполнении. Собственно, в аудиоотражении этого мультфильма играет, наверное, один из самых крупнейших игроков, которого мы могли только себе получить, это композитор Рыбников. Ну тут история такая тоже достаточно сложная получилась, потому что с Рыбниковым, с Алексеем Львовичем мы делали как раз предыдущую картину «Пчелка». Тогда мы с ним познакомились, и получилось, на мой взгляд, очень хорошая работа. Мне очень нравится музыка, которую он сделал для «Пчелки». И изначально мы стали говорить про Лису. Он включился в работу, но потом произошла такая небольшая рокировка, которая опять же пошла на пользу фильма, я считаю. Потому что однажды Алексей Львович позвала студию с продюсером, говорит, ребят, вот есть две уже готовые мелодии для фильма, это могут быть песни, я вам сейчас их покажу, а вы скажете, нравится вам или нет. Показал. Да, очень такие приятные мелодии, хорошие. Вот тут есть один нюанс. Это не моя мелодия, это мелодии сделал мой сын Дима. А Дима у нас до этого на ключах, а дремя он помогал, всегда с Алексей Львовичем вместе они что-то делали, работали. То есть у вас такой семейный подряд получился. И он предложил, вот если вам это нравится, если вы хотите, я готов остаться музыкальным продюсером, то есть под моим контролем и наблюдением, вот пусть Дима будет композитором на фильме. Мы пошли на это. Я считаю, что мы, в общем-то, сделали правильно, потому что Дима мне ближе по возрасту, мы все-таки ближе друг к другу, даже по тому времени, когда мы там росли, мы лучше понимаем друг друга. Алексей Львович, мне все-таки, наверное, было бы сложнее, несмотря на то, что мы какую-то одну работу уже сделали, все-таки он уже мэтр, он уже с ним уже... С Димой можно как-то проще в рабочей обстановке какие-то вещи обсуждать. И музыка, я думаю, вы оцените, когда посмотрите кино, что там очень неплохие песни получились. Ну, я уже неоднократно имел возможность посмотреть кино и оценил, собственно, как раз и хотел задать этот вопрос. В мультфильме звучит пять песен. Откуда, собственно, они взялись, какое происхождение, кто их написал и, насколько я знаю, для исполнения двух из них пригласили профессиональную исполнительницу, актрису. Давайте немножко приоткроем тайну над всем этим. Ну, песни появлялись тоже. То есть они так росли, росли. Сначала мы планировали там песни две-три, потом вдруг там еще одна возникла, потом еще одна возникла. Просто они сами вылезали, можно сказать, из материала фильма. Композитором, естественно, был на всех песнях Дмитрий Рыбников. С поэтами было сложнее. Очень много мы перепробовали очень хороших поэтов. Когда начали только первую песню писать, тут что-то не складывалось, как-то вот не получалось. Причем и мэтры приходили, и молодые приходили. Там Алексей Львович очень принимал участие такое деятельное. Он смотрел все тексты, помогал. Он говорит, это будет хит, это не будет хит. Это понятно. У него потрясающе, конечно, чувство. Заиграет песня или не заиграет. Ну, в конце концов, у нас получилось так, что у нас три автора текстов. Среди них это Игорь Кахановский, большую часть текстов написал. Он, я думаю, что многие его знают, наши зрители и читатели, потому что это поэт, который делал... Я тебе, конечно, верю, например, с тем же Рыбниковым песню. Еще огромное количество песен. Это у нас три песни он сделал. И Андрей Усачев. А без секрета, можно заставочную песню «Каникулы» кто сделал? «Каникулы» делал Андрей Усачев. А, нет, «Каникулы», да, это Андрей Усачев. Это детский, тоже очень известный детский поэт. Я для наших зрителей тоже между строк поясню. Эта песня звучит в самом начале, во время титров, и, надо сказать, она так идеально вводит мультфильм, создает совершенно такое солнечное, прекрасное настроение. Ну, Алиса там, как обычно, отмазывалась от школы, и у нее наступает «Каникулы». Такое солнечное настроение очень хорошее. Действительно, песни очень много в данном случае делает. И, в общем, респект поэту, и респект композитора однозначно. Ну, вот с этой песней мы как раз больше всего и промучились. Вот к ней писался, больше года писали стихи. Она сначала, изначально даже была, должна быть песня в зоопарке. Мы думали, в космосокая попадает Алиса, и вот она там бродит среди этих зверей, и они там вместе поют какую-то космическую песню. Ну, вот было, ну, не знаю, там сотни, наверное, вариантов разных текстов. Ну, не сложилось. Потом вдруг возникла идея у Андрея Усачева, который написал про зоопарк какой-то вариант. Потом сказал, что, ребята, вот я еще просто на всякий случай вам просто про «Каникулы» написал. Может, понравится? И все поняли, что да, вот оно. То есть мы, видимо, не в том направлении искали изначально. Ну что, песня действительно получилась замечательная. Давайте теперь немножко, раз уж мы про визуальный, про аудиоряд поговорили, а, собственно, вот изменение в сценарии. Да, вот вы говорили, что мы полтора года писали сценарий, чтобы на, ну, уже на стадии работы не приходилось ничего там подрезать. Но, насколько я знаю, вот действительно и Кира Алексеевна очень активно давала какие-то комментарии. И уже в момент работы над мультфильмом вы многое меняли. То есть насколько изначальный вот этот вот продукт соответствует тому, что сейчас получилось? Нет, а я вот уже до этого говорил. Не сценарий Соломатова, а вот то, с чем вы начали снимать, как соответствует тому, что получилось? Нет, вот именно то, что мы начали снимать, к тому же, когда мы присыпали к съемкам, а это уже был тот самый вариант сценария, который уже и прошел через, там, редактору Андрея Соломатова. И в основе своей это то, что и получилось. Там изменения очень небольшие, где-то, я говорю, там какие-то эпизоды выпали, где-то диалоги добавили, что просто объяснить, может быть, не очень понятные вещи для зрителя. А в основе это именно тот сценарий, что и есть. И он, как мне кажется, там действительно все правильно, четко, замечательно. И мы его проверяли даже во время записи на тех же актерах, то есть они читали этот сценарий, и мы говорили с ними о том, насколько это понятно, насколько это интересно им играть было. И ребята так хвалили. Один из первых, ну что ли, пред-пред-пред-пред и пред в периоде премьерных показов этого мультфильма был вот, собственно, на весеннем конвенте, на весенней конференции фантастике «Еврагон», которая прошла в Москве, ну, в подмосковном пансионате. Считается, что в Москве это был первый европейский конвент в России, это было достаточно забавно, и в том числе вот там была в качестве одного из мероприятий была презентация мультфильма. Как отреагировали, собственно, наши вот крепкие такие фантастики, такие метры, монстры фантастические, как отреагировали на этот мультфильм? Наверное, как вам подходили потом после премьеры, и что вообще говорили? Тут вообще история, конечно, интересная этого показа, когда нам предложили показать это на Расконье, вот в таком виде, в черновом совершенно, мы подумали, обычно, если обратить внимание, до последнего момента, пока фильм не выйдет на экраны, группа его бережет и не показывает вообще никому. Я помню, мы смотрели подпольно, кто-то из группы нам принес посмотреть князя Владимира, когда там было практически все готово, там несколько сцен не стояли, только, ребят, ни в коем случае, чтобы это никто не знал, что вы это видели. А у нас практически кино такое, где половина черно-белого материала стоит, и нам предлагают его показать. Ну, подумали, а почему нет? Потому что если мы изначально его заявляли, как такой открытый проект, еще в интернете, нам на милофоне Руа, почему нет? Приехали уже туда, сидим перед самым началом показа, разговариваем с людьми, которые там постоянно посетили Роскона, и они тоже спрашивают, а зачем он в таком виде показывать? Вам вообще не страшно? Недоделанное кино. И они, ну что, тут же постоянно на Росконе показывают. Да, на Росконе это, в общем, достаточно нормальная традиция, там и ночной дозор в своем время показывали. Вот, вот я говорю, про ночной дозор, он мне сказал, ну, извините, там было бы, там несколько сцен просто спецэффекта, говорит, не стояло, а тут же просто вообще ничего нет. Ну, показали, показали, причем опять же, я говорю, я пишу книстики своего художника, он не поехал, к тебе его звали, он не поехал, сказал, не, ребят, я боюсь, потому что нас предупредили, что публика будет очень серьезная, и скорее всего будут ругать, а может быть даже и бить, потому что, ну, во-первых, Булычев для Роскона имя, такое достаточно важное, ну, что на Росконе выручается мемориальная премия Кира Булычева, кроме всего прочего. Ну и сами искали писатели, которые там собираются, они очень побьют вас, и поэтому художник не поехал, заболел нервной болезнью, но мы приехали, и для нас это было неожиданно, что фильм был принят, даже не фильмовый, рабочий материал был принят ну, с такой, в общем-то, теплотой, то есть подходили, действительно, говорили какие-то слова, кто-то предлагал сотрудничество нам на будущее, что, опять же, важно, я думаю, что если человеку не понравилось это кино, ну, конечно. вряд ли бы свое детище там понескать, ребят, вот давайте. Ну, этот мультфильм вообще на Расконе растащили, на цитаты, диалог, я не буду раскрывать весь юмор диалога, скажу, что диалог между Алисой и профессором, там очень долго потом цитировался. Поэтому для нас Раскон был тоже проверкой, а для меня это еще, вы знаете, что было важно, потому что все равно, изначально мы делали кино все-таки ориентированное на зрителей, на детей, и на тех людей, которые помнят ту Алису, все-таки мы думаем, что наши потенциальные зрители, это и люди там в районе 35-ти тоже, которые возьмут своих детей и поведут смотреть кино. Но все-таки у нас были постоянно споры с продюсерами нашими, которые пытались нам объяснить, не вмешиваясь в работу, но все равно говорят, ребята, все-таки это коммерческий проект, все-таки надо сделать, что-то у нас не то, давайте подумаем, давайте там побольше юмора. И на Расконье, когда мы посмотрели это кино и в том числе продюсеры увидели реакцию зала, а реакция была очень доброжелательная, как бы у всех немножечко отлегло, и у нас у группы, и у группы нашей административной, немножечко отлегло, все-таки мы, наверное, на правильном пути находимся, и есть люди, которые это понимают. Но как всегда это делают в Голливуде, когда вот только что отснятый фильм, показывают некоему выбранному специально такому контенту, буквально на улицах, там разносчиков пиццы, секретарш, там водители такси набирают, там человек 20, показывают и смотрят их реакцию, да, то есть у вас был такой проверка, своего рода эксперимент. Хорошо, все-таки вот возвращаясь к тому, на какую аудиторию ориентирован мультфильм, конечно, он детский. Меня вот как автора, в общем, ну как и любителя мультфильма, в том числе, и как большого поклонника творчества Балычева, больше всего поразило в том, что это, ну это, это, конечно, боевик, там происходят какие-то погони, все друг за другом бегаются, Алисе нужно будет успеть обязательно на 100%, и при этом это современный мультфильм, да, вот мы сейчас будем его смотреть, в котором ни одного раза не выстрелили. Это настолько фантастическое решение для фантастического мультфильма современного, что, ну как бы, мне это приятно, да, насколько вот ваши продюсеры спокойно это пережили, насколько вы не боитесь, что современный зритель, даже современный зритель совсем молодого возраста, который насмотрелся всех этих аниме, где лазерные мечи и там кошмарные мегаватерные пушки, насколько это будет воспринято? Ну, там сама повесть, она изначально не предполагала, наверное, какого-то такого хай-тека. То есть, мы как-то с художником садились и первые только начинали говорить об этом фильме. Сергей, я, конечно, не берусь спорить с Лучевым, но «Тайна третьей планеты» тоже не предполагала никакого хай-тека. Но там ужасный хай-тек, ужасные футуристические пейзажи, и все палят из бластеров почем зря. Нет, мы все-таки решили, поскольку фильм, там фантастики-то нет практически, у нас и в фильме тоже, маленький кусочек, где они там в космосе летят. Остальное все время действие происходит вообще в прошлом планеты, где, в общем-то, это нормальная Земля там 50-х, 60-х годов. И когда мы там первых космонавтов точно так же запускали. Поэтому он сам этот материал потребовал все-таки такого более решения уютного, что ли, домашнего. И мало того, у нас даже там, где должен быть хай-тек, космические корабли, роботы, мы больше ориентировались. Он притащил художника наш, Сергей Гаврилов, книжку замечательную, такой альбом, американские игрушки 50-х тоже годов, там всякие роботы, космические корабли, фотографии. Мы больше на это ориентировались. То-то, я думаю, откуда такие узнаваемые грузовые роботы у экспедиции. Это все, это игрушечный мир. При всем при том, да, мы все-таки думали больше о том, что это должно быть не страшное, а такое какое-то уютное, домашнее, игрушечное. Это тоже задача такая стояла изначально. А стреляет, ну, мы там немножечко другим добивались вот этого экшена, потому что сама повесть Булычева, если так честно ее делать, не отходя вообще от текста, то в анимации ее можно сделать, ну, 20-минутный фильм это больше, чем достаточно. Потому что там, собственно, если так вспомнить, почти ничего не происходит. Вот она прилетела на планету, вот она попала в поезд, вот она все-все спасла, потом она сбежала, все. Ну, 20, максимум 30 минут. У нас все-таки полнометражный фильм, который предполагает свой формат 80-90 минут, поэтому мы начали какие-то, даже не досочинять для Булычева, ни в коем случае, расставлять и какие-то препятствия профессору ей. Подумали, а почему их не разлучить в какой-то момент пораньше, чтобы они потерялись? Вот как они из этой ситуации выберутся? И тоже изначально, когда все это произошло еще в сценарии, были сомнения, и мы думали, что как это, опять же, воспримут те люди, которые, ну, фанаты Булычева, скажут, как вы там покусились на мэтр? И для нас было очень приятно, когда после Росконовского показа к нам подошел библиограф Булычева, человек, который просто собирает его полную библиографию, коллекцию, его знает, его досконально все тексты, он сказал, что это очень близко к тексту, как близко, там столько, нет, это вот совершенно в духе Булычева все сделало. Да, конечно. Кстати, даже касается, что касается песен, он нам рассказал историю, что Булычев всегда мечтал о музыкальном кино, даже, по-моему, было сделано для той же «Гости из будущего» не одна песня, а несколько, 14 песен. Но из них только темы остались. Да, только темы остались. Поэтому, даже то, что у вас песен много в фильме, это опять в духе Булычева, то есть, как тут это все, это делалось на уровне интуиции. То есть, не то, что мы специально сидели, этот вопрос изучали, хотел ли Булычев в песне фильм или не хотел, например, или хотел так, или не хотел. И был на уровне какой-то интуиции. И то же, что еще немножко так руки развязало, это мне почти сразу, когда мы еще делали сценарий, попалась такая цитата из одного из интервью с Булычев, где у него спросили, как вы относитесь к тем фильмам, которые сделаны по вашим сценариям, и там внесены какие-то изменения, то есть, про нас практически. И он говорит о том, что вот я однажды сидел на премьере фильма, который просто в ноль был сделан, как у меня в книжке написано. Я не знал, когда все это кончится, мне было скучно, и просто мне было стыдно, что я там где-то причастен к этому. И были случаи, когда очень много было переделано, а получалось замечательное кино, потому что все равно это другой жанр, другое искусство. И он сам, если он писал сценария по своим книжкам, помните, он достаточно серьезно перерабатывал повесть или рассказ, то, что было в основе. Ну, действительно, как мне кажется, игре всего очень могло бы понравиться. Конечно, мы уже сейчас не узнаем. Ну, время нашей передачи потихоньку подходит к концу, к сожалению, оно тоже имеет тенденцию заканчиваться. Давайте мы, как бы последний, самый главный вопрос, мы тут так вкусно все расписывали, да, так все долгое и интересно. Давайте скажем, когда этот мультфильм можно будет увидеть на экране, собственно, в каком формате, то есть это в кино, DVD, или каким образом наши зрители, наши читатели мира фантастики могут с этим ознакомиться. Ну, сейчас уже точная дата релиза известна, она даже уже опубликована, это 19 февраля. Релиз – это показ в кино? Релиз – это первый выход в кинотеатре, когда начинается показ фильма. То есть с 19 февраля будущего года. То есть с 19 февраля 2009 года это можно будет посмотреть кино? А на дисках потом это будет уходить? Да, и сразу где-то уже где-то в марте месяце, наверное, в апреле появится уже DVD-издание, то есть это по полной программе все будет, и телепремьеры будет. Вот, и я думаю, что зритель должен пойти в кино, потому что тема интересная, и фантастики не так много сейчас у нас детской на экране. Да вообще детского кино на экране практически нет. Мы так долго всех уговаривали сегодня, да, я надеюсь, что наши зрители и наши будущие читатели обязательно посмотрят этот мультфильм. я лично всячески рекомендую, я, так сказать, имел возможность его смотреть и в полусделанном состоянии, и в полу-недоделанном состоянии, и, в общем, действительно он производит резко положительное впечатление, это масса солнечных, приятных эмоций. Давно таких мультфильмов у нас не было. Ну, а мне остается только проститься. К сожалению, время нашей передачи нельзя растянуть как резинку, но вы не расстраивайтесь, через две недели точка отсчета снова в прямом эфире, вас ждет, как обычно, очень интересный гость, а мне остается только проститься и поблагодарить нашего сегодняшнего гостя Сергея Серегина, режиссера мультфильма «День рождения Алисы», что он посетил нас, так забавно рассказал об этом замечательном продукте. Всем удачи, до свидания. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok